добрый день дорогие друзья мы начинаем очередную программу и циклов цири и в мире я очень рад вас приветствовать всех я надеюсь на то что у нас постепенно формируется уже определенная аудитория то есть аудитория тех людей кому интересны проблемы акушерства и гинекологии и я был бы очень рад если бы такая аудитория постепенно формировалась потому что наши передачи так построена что одна вытекает обычно из другой и хотя каждая передача имеет отдельную тему но в общем то как правило каждая передача является продолжением предыдущего определенность в определенном смысле и сегодняшнюю программу мы назвали условно экология потому что уступало достаточно много вопросов которые спрашивали которые люди задавали вопросы игорь иванович а как вы относитесь к к к может быть вы его не любите или наоборот вы являетесь поклонником и вообще как вы на это смотрите и поэтому поскольку эта тема достаточно такая обширная и далеко не однозначная мне бы хотелось просто сегодня начать говорить об этой проблеме и может быть даже не целиком эта программа будет посвящена вопросам айвеев то есть оплодотворение инвитро и переноса эмбрио трансфер то есть айвеев айти ити может быть мы будем говорить еще на другие вопросы но по крайней мере мы начнем затрагивать это с моей точки зрения очень интересную и очень актуальную во многих отношениях тем но прежде всего я хотел бы сделать объявление о том что мы совместно с фирмой генетик он то есть эта фирма которая является разработчиком очень высококачественных реактивов для нет для неинвазивной диагностики во время беременности днк плода мы проводим конференцию которая будет проходить 27 июля в пятницу вот в эту пятницу и начнется она в 10 часов утра по адресу симоновский вал дом 2 в районе метро пролетарская в отеле holiday in вот мне кажется что программа будет достаточно интересной мой доклад будет посвящен принципам ведения беременности в центре иммунологии и репродукции и безусловно будут затронуты вопросы также внедрение неинвазивного пренатального теста в современную акушерскую практику вместо то есть мы будем говорить о месте неинвазивного пренатального теста в акушерской практике один из ведущих специалистов по ультразвуковой диагностики нашего центра андрей сергеевич курганников будет рассказывать о программе ультразвукового сопровождения беременности то есть я имею ввиду что с помощью ультразвуковой диагностики во время беременности и мне кажется что это тоже будет достаточно интересный доклад но я думаю что будут безумно интересные доклады самих сотрудников ведущих сотрудников фирмы генетика которые будут рассказывать об этом современном и очень перспективным тесте который постепенно в настоящее время в разных странах замещает собой пренатальный скрининг и биохимический и в какой-то степени даже и ультразвуковой в тех странах которые отменили ультразвуковой скрининг первого триместра беременности например нидерланды это очень очень интересно австралия тоже идет по этому пути то есть это безумно интересная тема и приходите можем пообщаться вживую и вообще конечно мне было бы приятно если бы когда-то допустим осенью или в начале зимы мы могли встретиться может быть для того чтобы могли пообщаться вживую чтобы можно было услышать ваши вопросы услышать ваше мнение по поводу наших эфиров потому что для меня было бы это очень очень полезно первый сюжет нашей сегодняшней передачи это про книги я сделал название этой рубрики аббент суа фата либелли то есть это латинское высказывание с которого начинается часто обучение латыни и в том числе и в меня это достаточно глубоко врезалась еще с того момента когда я учил свое время латынь то есть переводится это фраза одного из римских поэтов который говорит что книги имеют свои судьбы и я просто заядлый я заядлый библиофил у меня огромная библиотека здесь очень уникальное издание в том числе первое издание которые связаны с акушерством и не к гинекологии в частности у меня есть два издания максимовича аббодика и практически полное собрание наших классиков которые у нас и снегирёва и губарёва и гентера ну очень очень много различных книг очень интересных огромное собрание немецкой классической литературы о акушерство гинекологии начиная с 18 века то есть я люблю покупать книги ценю книги и у меня очень большая библиотека и поэтому мне иногда хотелось бы рассказать вам о тех приобретениях которые или о тех книгах которые я читаю в данный момент который может быть не относятся непосредственно к теме нашей передачи вот достаточно интересная книга который я купил в интернете в электронном виде на амазоне это книга иммунитет как илья мечников изменил ход современной медицины автора из израиля любы виханский или виханская я не знаю как она себя называют сейчас по-русски вот и книжка достаточно интересная я ее купил из-за того что когда я начал ее листать в виде предосмотра там на меня заинтересовала тема которая была связана с тем что любая виханский произвела достаточно проби провела достаточно серьезное журналистское расследование которое касалось жизни ильи или че мечникова и в частности его личной жизни с большой степенью вероятности утверждает что одна из то есть что дочь его сослуживцы по пастеровскому институту лили который он очень любил и считал ее официально своей крестницы на самом деле является детям любви как говорят во франции то есть незаконно рожденной дочерью самого ильичи илья ильи ильи ильича мечникова у которого не было официальных детей и там была целая детективная история о том как она пыталась найти проследить судьбу этой или и оказалось что это или ли был сын который на момент журналистского расследования уже умер как несколько лет как но оказалось что в лионском банке лионский кредит хранится огромный совершенно архив мечникова который сын лили получил по наследству и практически возник возникли юридически тубиковая ситуация когда невозможно было добиться того чтобы пастеровский институт и те исследователи которые занимаются мечниковым могли ознакомиться с этим архивом но все-таки благодаря усилиям автора этой книги и адвоката который представлял интересы свое время сына лили удалось добиться разрешения чтобы что сотрудники пастеровского института и автор этой книги были вскрыты сейф был были вскрыты сейфы в которых хранились эти документы пастеровский институт провел каталогизацию этих материалов и можно было сфотографировать часть этих материалов и в общем то но это в общем то достаточно интересно там были личные вещи возможно связанные с ильем ильей ильичем мечниковым и поэтому это меня заинтересовало вот и я читаю эту книгу там очень много посвящено и научному пути в таком билетаризированном виде научному пути или мечникова и его жизненному пути и перипетиям его супружеской жизни очень много уделено внимание и в общем то я сказал бы так что мне эта книга с одной стороны интересно с другой стороны тональность этой книги и позиции автора по многим вопросам которые в частности касаются отношения к россии меня не совсем я не совсем с этим согласен и какие-то вещи меня честно скажу откровенно коробят но тем не менее вот я хотел бы так что вот на эту книгу если кто-то интересуется жизнью ильи ильича мечникова можно обратить внимание тем более что сейчас идет настоящий мечниковский бум во всем мире потому что если посмотреть развитие монологии в течение последних полутора десятилетий то это развитие системы учения о естественном иммунитете и вот эти фагоциты мечников ские которые были достаточно долго в загоне они стали интересны и мы сейчас начали понимать весь масштаб научного дара и провидение илья мечникова и не случайно написать книгу об иммунитете и книгу об илье мечникова любе подсказал лесли бренд о котором мы говорили и фотографии которые я показывал во время предыдущего эфира то есть это ближайший сотрудник питера медовара нобелевского лауреата по изучение толерантности и у него было два ученика лесли бренд и руперт биллингем биллингем пошел по пути изучения и глубокого погружения в трансплантационную иммунологию и монологию репродукции а если бренд до сих пор здравствующий он пошел по пути классической монологии стал профессором монологии у него образовалась целая школа но монологии репродукции он меньше меньше отношения имеет чем покойный руперт биллингем но тем не менее меня это заинтересовало потому что все что связано с медоваром то есть это человек который открыл явление иммунологической толерантности и высказал первую концепцию о том как выживает плод внутри организма тями все это было безумно интересно поэтому я эту книжку купил и заинтересовавшись эти книга я также начал читать уже непосредственно самого мечникова и у нас в россии в советском союзе 50 и 60-е годы вышло 16 том на и академическое так называемое собрание мечникова и я купил сейчас 6 том который посвященному не иммунитету читаю с большим очень интересом и еще раз хочу сказать что в общем то если вы интересуетесь иммунологии я думаю что в общем то чтение и книг о мечникове и самого мечникова было бы достаточно интересным но в книге довольно-таки много фотографий это вот как раз фотография или мечникова около примерно 1905 года вместе с лили которую автор книги считает его биологической дочерью вот а это редкая фотография или мечникова которую я нашел в одном из издание десятых годов который был изданную англии в четырнадцатом году эта фотография нигде не находил кроме как вот в этом издании и достаточно интересная фотография уже пожилого мечникова со снятыми очками то есть без очков и мы видим грустный взгляд человека который тяжело переживает то что он перешел 70-летний барьер а и почувствовал себя плохо то есть сердце его начало сдавать потому что вся его теория заключалась в том что если жить по его рецептам то человек должен был бы жить до 150 лет и когда ему исполнилось 70 лет его чествовали в пастеровском институте это было за год до смерти и он выступал с очень хорошей речью говорил что вы посмотрите как я себя хорошо чувствую что я такой здоровый человек я буду жить еще очень очень долго и вдруг когда болезнь приковал его в начале к постели и когда он начал уже чувствовать что он умирает для него было конечно это очень очень большим ударом для него это было ощущение того что дело его жизни заканчивается потому что сам он не смог оправдать их теории которые высказывал ну вот такая вот интересная судьба или ильича мечникова поэтому я думаю что в общем то была очень хорошая книга нашего отечественного исследователя ульянкиной и я бы советовал ее почитать очень хорошая книга которая была посвящена мечникову и вообще открыть развитие иммунитета развитие иммунитета не только мечникова вообще в принципе развитию иммунитета на первом этапе это же исследователь очень много занималась метальниковым и вообще надо сказать что парижская русская школа она дала и таких звезды первой величины как илья мечников александр безредка и сергей метальников поэтому это конечно очень интересная тема и я просто хотел обозначить что в общем то это довольно таки интересно это одна из книг которые были изданы во время революционных событий семнадцатого года вот а теперь я хотел бы рассказать еще о другой книге во время предыдущей нашей с вами беседе я говорил вам по поводу рассказывал о ворде пейджи фольки это выдающийся иммунолог который уже тем выдающийся что он собственно говоря первым предложил и разработал методику лимфоцит иммунотерапии которая используется во всем мире до сих пор и и это конечно удивительный человек про него очень тяжело найти какую-либо информацию потому что он очень богат он из очень богатой семьи и это такой баловин судьбы который прожил он я хотел бы пожелать ему если понятно что у нас не может слышать но ему в этом году исполняется 80 лет и поэтому я бы конечно хотел бы ворда пейджи фольку пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни он отошел от такой науки занимается симфоническим обществом там где он живет на острове дать и джорджия вот это фольк в четырнадцатом году это фольк в пятнадцатом году и вот это его жизненный путь то есть понимаете он по первому образованию был педиатром и специализировался по педиатрии в клинике моё а потом пошел уже в область иммунологии и очень много работал за границей в частности в амстердаме в уэльсе в швейцарии очень много лет провел за границей является автором 363 научных публикаций 23 патентов был владельцем фирмы которая занималась разработкой препаратов о доставке лекарственных путей с помощью иммунологических носителей в зону локализации опухолей и на эту тему у него есть достаточно много исследований и он является автором целого ряда публикации фундаментальных публикаций которые посвящены были иммунологии репродукции в частности развитию лимфоцит иммунотерапии так вот восемь шутом году вот эти три автора то есть каролина кулом пейдж фольк и джон покойный джон макинтайр они организовали одну из первых клиник иммунологии и репродукции в индианополисе столице штата индиана через несколько дней лет после существ после открытия этой клиники благодаря обширным связям фолька вышла вот такая фундаментальная книга это 92 год называлась логическое акушерство я давно искал эту книгу наконец-таки нашел в одном из бы кинетических магазинов на западе и получил ее на прошлой неделе и когда я начал читать я просто потрясен то есть она читается так как будто бы написано вчера настолько был подобран хорошо коллектив авторов настолько интересно затронуты были разные разные темы и даже удивительно насколько современно она читается на сегодняшний момент если вас интересуют проблемы того как развивалась и то из чего пошла иммунологии репродукции в начале 90 годов чего начался бум клинической иммунологии репродукции конечно бы я рекомендовал эту книгу иметь ввиду потому что здесь все вы получите из первых рук вы получите из первых рук информацию о том какие были предпосылки создание первых центров и клиник иммунологии репродукции в соединенных штатах америки и в других странах вы получите информацию о том о тех исследованиях очень интересных которые касаются ашеля совместимости потому что целый раздел большой раздел книги написан каролин кэрол обер то есть автором который непосредственно немалось исследований вот этих гутерова братства этих закрытых достаточно популяций замкнутых в которых очень удобно было изучать влияние антигенов тканевой совместимости на репродукцию человека и состав авторов иммунологов просто звездный я прочел первую главу которая касается общей регуляции иммунитета был потрясен как на каких-то полутора десятках страниц было на абсолютно современном уровне изложена концепция того как как развивается что что происходит внутри иммунной системы и я был удивлен и автор так шутливо замечает ну что говорит вы вы понимаете как можно написать об иммунологии на нескольких страницах а потом смотрю кто этот автор это оказывается дэвид мэйл один из авторов многолетних учебника ройта и вот в том числе тот учебник ройта по иммунологии который издан на русском языке в 2000 году одним из авторов является дэвид мэйл то есть это один из ведущих авторов иммунологов до сих пор и начинаешь листать тех авторов которые были авторами этого учебника но не учебника я бы сказал так энциклопедии на почти на 1000 страниц по иммунологическому акушерству и видишь насколько это все интересно и здорово поэтому для меня это конечно было очень большое приобретение очень интересное тем более что иммунологии репродукции сейчас в общем-то идет резко интерес к ней резко возрос то есть был пик интереса середине 90-х годов когда мы создавали наш центр иммунологии репродукции и сейчас мы видим после того как было обнаружены были обнаружены характеризованы функции так называемых т-регуляторных клеток которые объяснили нам во многом как формируется феномен иммунологической толерантности во время беременности после того как были проведены очень интересные работы австралийские и не только австралийские которые касаются того как распознаются мужские антигены в женских половых путях и как специфическим образом формируется толерантность еще до беременности которая будет обеспечивать защиту ребенка и после того как в последние десятилетия так мощно развивается учение о естественном иммунитете который играет колоссальную совершенно роль во время беременности в частности так называемая интегральная теория беременности которая сочетает в себе и классическую теорию логической девиации тома вегмана и классическую теорию соотношение естественного и адаптивного иммунитета которая появилась в конце 90-х годов и теория опасности поле мэдсен мацингер и теорию формирования пампов так называемых чарли покойного к сожалению чарли джейн в это все дало очень мощный толчок и поэтому не случайно такое количество такое концентрированное количество различных мероприятий которые касаются иммунологии репродукции которая идет этим летом но представьте себе что в болгарии в июне прошла в армии 15 конференция международного комитета по иммунологии репродукции то есть это такая очень интересная встречи регулярные которые начались под руководством органе по инициативе академика братанова еще в 1967 году и на первой встрече принимал участие роберт роберт эдвард спокойно который был автором методики и ком одним из авторов методики и ком и постоянно там были гости из ссср и поэтому и в том числе профессор гавала которые ну в общем то то есть очень-очень многие вещи эти те люди которые сейчас занимают лидирующие позиции акушерской мире в том числе и в российской федерации многие были на этих конференциях вот такая конференция прошла в болгарии сразу за этой конференции было огромное совершенно вот гала конференции по иммунологии репродукции которые только что за одну пару недель назад закончилась шанхае и это была совместная конференция американского общества иммунологии репродукции и китайского общества иммунологии репродукции с огромной совершенно помпой то есть я не знаю так может быть только съезды коммунистической партии китая проводились то как это все проходило в китае огромное количество было гостей произошли важные изменения в структуре американской ассоциации монологии репродукции и во главе ассоциации в настоящее время стала наш с вами соотечественница так но условно из бывшего советского союза и поэтому это тоже достаточно интересно может быть для того чтобы устанавливать вот эти вот горизонтальные связи с этими обществами вот и в конце августа будет 15 конференция европейского общества иммунологии репродукции абсолютно шикарная конференция которая пройдет в ольбурге это в ютландии в дании и я поеду на эту конференцию и поэтому может быть возможно кто-то из вас тоже захочет туда поехать это будет безумно интересно потому что там будут невероятно интересные доклады которые будут посвящены абсолютно всем аспектам иммунологии репродукции и в том числе одна из важных тем который будет обсуждаться в ольбурге это проблема гораздо более интенсивной интеграции и включения иммунологии репродукции в практику современную клинического акушерства и клинической гинекологии то есть при неудачных попытках эко при бесплодии от называемого неясного генеза при невынашивании беременности при целом ряде осложнений беременности в частности при при экламсии все эти проблемы будут обсуждаться потому что безусловно иммунологии репродукции на сегодняшний момент является явно недооцененной то есть про плохо знают врачи акушерогинекологи врачи так называемые репродуктологи плохо знают те достижения которые достигнуты за последние несколько лет поэтому здесь конечно это все будет очень очень интерес да и вот как раз я хотел просто ты я перевел предисловие который написал руперт биллингем к вот к этой книге иммунологическое акушерство и хотел бы зачитать то есть последний период 20 века увидел взрывное развитие популяризации широкого спектра фундаментальных и клинических исследований которые могут быть объединены под общим названием иммунологии репродукции или на логическое акушерство прямо или косвенным иммунологии внедрилась или по-видимому внедрилась почти во все аспекты размножения млекопитающих она дает основу сложному защитному или оборонительную механизму который иногда сбивает с пути приводя к болезни или даже к смерти зародыша а иногда и матери иммунологии может позволить себе обращаться к искусственному контролю определенных репродуктивных процессов таких как оплодотворение и имплантации и наконец она образует основу разных важных лабораторных процедур таких как иммунофлюресцентной микроскопии и радиоиммунный анализ рождение нормального здорового младенца в правильные сроки беременности часто считается вполне обычным однако это заслуживает внимание в качестве успешного эксперимента в области трансплантационной иммунологии поскольку мы все еще ждем удовлетворительного объяснения почему плод не подвергается отторжению как аллограф разрешение этого центрального вопроса имело бы значительное значение для науки трансплантации некоторые открытия сделанные под эгидой репродуктивной монологии как-то феномен иммунологической толерантности колоссально повлияли на развитие иммунологии в целом то есть могу только подписаться под словами этого великого иммунолога двадцатого века и надо сказать что вот когда он говорит об аналоге оба иммунологической толерантности он как бы предвидел те открытия которые были сделаны в последние 10-12 лет то есть это открытие которые связаны с функцией т-регуляторных клеток вот итак давайте поговорим об иком тема это достаточно важная и достаточно серьезная которая интересует меня достаточно давно и еще восемь четвертом году когда я был на пятом курсе моя преподавательница покойная валентина ивановна кузьмина доцент нашей кафедры первого лечебного факультета акушерства и гинекологии первого московского медицинского института она сказала что вот есть такой леонов который пытается сейчас делать из занимается тем что вот они занимаются над проблемой оплодотворение инвитро и далеко достаточно продвинулись в этом он в этом отношении не хотел бы ты игорь принять участие в этой группе я сказал антина иванова знаете мне это интересно но я хотел бы все-таки пойти на кафедр то есть я хотел бы закончить субординатуру потом ординатуру аспирантуру но собственно говоря тот путь который я совершил тогда и я в общем-то благодарен судьбе что пошел именно по такому классическому пути но тем не менее проблема и ко меня заинтересовала и вот тогда после нашего разговора с валентинной иванной я конечно очень этим заинтересовался написал свою первую работу большую такую обзорную работу которая называлась зачатие у человека и когда я писал эту работу настольная книга у меня была вот эта книга называется и matter of life я бы хотел сказать что вот эта книга должен прочитать каждый человек который занимается бесплодием и особенно те люди которые работают на деку потому что в этой книге эдвардс и степ то описали это книга биография метода то есть они описали как они работали в каких условиях насколько тяжело как они по ночам снимали эту операционную для того чтобы можно было с помощью лапароскопического пути получить яйцеклетки для того чтобы это все оплодотворить вот эти вот настолько интересно это и живо описанным что вот я бы конечно советовал чтобы эту книжку прочел каждый человек который интересуется проблемами репродукции то есть это книга где эдвардс и степ то описывают тот путь сложно достаточно который они прошли который привел дальше к рождению девочки браун вот этой фотографии видно как родился первый ребенок который родился в результате метода и ком вот то есть это далеко не чуждая мне проблема и я хочу сказать что конечно я очень рад что в москве есть большое количество клиник которые занимаются и ком есть большое количество клиник которые занимаются этим профессионально и достаточно давно и мы с многими клиниками работаем и я особенно рад всегда тому что вот в этих клиниках с которыми мы сотрудничаем действительно чувствуется такой настоящий командный дух когда люди все заинтересованы в том чтобы получать как можно более хорошие результаты когда эмбриологи акушерогинекологи и другие специалисты которые работают в этой области объединены в одном дыхании но я хотел бы все таки сказать по поводу того что все таки какое место с нашей точки зрения с точки зрения центра который занимается проблемами связанными с неудачами беременности какое место по идее ну занимает икун в глобальном видение того как мы наблюдаем беременность готовим пациентов супружеской парк беременности и как вообще что мы об этом думаем я бы здесь хотел бы немножко рассказать по поводу того очень важных исследований которые проводились еще в 70 и 80-е годы когда еще не было методики и кой когда она только-только появилась соединенных штатах под руководством профессора эмиля стайнбергер то есть это был заведующий кафедрой университета в техасе кафедра акушерства и гинекологии и а и он очень много занимался проблемами которые связаны были с так называемым потенциалом фертильности я с его работами познакомился тогда когда готовил диссертацию свою писал и защищал и к сожалению когда было предзащита так называемая те вещи которые были связаны с потенциалом фертильности были очень сильно раскритикованы и мне пришлось диссертацию тогда сократить буквально в три раза и мне жалко потому что вот та часть которая не вошла в окончательной текст диссертации она конечно была по многом как мне казалось наиболее интересной для того чтобы увидеть взгляд на бесплодие комплексно с точки зрения учета всех факторов которые участвуют участвуют в развитии этого состояния и в том что бесплодие это не какая-то отдельная болезнь бесплодие это всего лишь один симптом у у супружеской пары не наступает беременность то есть они здоровы то есть в этом состоит как бы с одной стороны и радость работы врача потому что мы общаемся с абсолютно молодыми здоровыми цветущими женщинами здоровыми абсолютно мужчинами и они себя чувствуют абсолютно хорошо в большинстве случаев за исключением одного них не наступают беременность и вот профессор стайнбергер взглянул на это с точки зрения такой холистической с точки зрения как бы супружеской пары в целом и начал анализировать из чего собственно говоря складывается из чего складывается вот само сама неудача наступления беременность и вот он является автором большого количества статьи в том числе вот эта вот статья 82 года называется бесплодная пара это такая обзорная и значимая статья в одном из антрологических журналов было еще и потом после этого очень интересная фундаментальная глава в нескольких учебниках которые были касались репродуктивной эндокринологии поэтому я хотел бы немножко остановиться вот на на концепции стайнбергера и на концепции потенциала фертильности о которой должен знать каждый врач который занимается акушерством и гинекологией вот он умер несколько лет назад но настоящее время память о нем жива на той кафедре где он работает и учреждена специальная награда и вот на данной на данной фотографии вы увидите как родственники покойного профессора стайнбергера стоят возле его портрета когда вот и событие было связано с тем что была учреждена специальная премия имени профессора стайнбергера которая дается за исследование вот на этой кафедре университета в штате Техас вот посмотрите квинтэссенция его концепции которую он разрабатывал на протяжении 20 лет мы предлагаем что потенциал фертильности конкретной пары выражается комплексным взаимодействием между фертиль потенциалом фертильности каждого члена супружеской пары и что каждый член супружеской пары не должен считаться треть не должен считаться бесплодным когда он соединяется с другим в кавычках более фертильным партнером здесь вот я сделал подчеркивание вот из этой статьи что имеется ввиду вот посмотрите пожалуйста вот такое графическое представление потенциала фертильности по вертикальной оси это условный потенциал фертильности женщины то есть вероятность того с какой вероятностью будет наступать беременность в течение года по горизонтальной оси потенциал фертильности мужчины то есть качество сперматозоидов которые идут если мы соединим две точки то есть потенциал фертильности жены и потенциал фертильности женщины одной линии мы получим вот такую косую линию и проведя от этой линии перпендикулярно направлены на нулевую так называемую точку мы получим так называемую линию зачатия то есть если точка потенциалов будет находиться ближе вот к этой пересечении к этой перекладине тогда у супружеской пары будет максимальный потенциал наступления беременность если мы будем двигаться дальше нулевой точке то этот потенциал будет постепенно уменьшаться уменьшаться и в конце концов уходить бесконечность то есть супружеская пара будет являться бесплодной и вот эта концепция она является крайне продуктивной для сегодняшних состояний когда мы имеем в эпоху антибиотиков достаточно мало случаев чистого такого трубного бесплодия то есть оно безусловно есть но в составе тех пациентов которые обращаются к врачам акушерам гинекологам этот контингент самый такой наверное медленный ну может быть у пациентов клиник ЭКО среди пациентов клиник QUESTION такого контингента может быть процента этого контингента без маточных труб и blunt или с непроходимыми маточными трубами или с тяжелыми нарушениями проходимости маточных труб с тяжелым спаячным процессом может быть это достаточно много но мы их видим достаточно мало здесь сидят наши врачи акушеры гинекологи я думаю что они согласятся что чисто трубного фактора мы видим очень очень мало даже как редко мы видим также как мы редко видим такой чистый фактор азооспермии или глубоких нарушений спермограммы большинстве случаев это идет но какие-то отклонения той или иной степени более серьезные или более слабые более мягкие стороны спермы но как правило таких совсем тяжелых состояний мы у большинства пациентов не видим то есть вероятность наступления беременности внутри каждой супружеской пары складывается из совокупности всех факторов которые могут влиять на фертильность как мужчина так и женщина и в подавляющем большинстве случаев мы имеем не какую-то отдельную категорию бесплодия когда беременность естественным путем невозможно а мы имеем как правило такое состояние которое связано с тем что снижена и иногда резко снижена вероятность наступление беременности внутри каждой супружеской пары это вероятно снижена из-за сочетания сразу нескольких факторов то есть большого количества факторов и как правило ни одного и не двух а трех четырех или пяти то есть мы можем видеть и нарушение моторики маточных труб и элементы перед перитониального фактора и какие-то отклонения о спермограмме и эндокринные отклонения у пациентки и в совокупности получается каждый фактор вносит какой-то вклад снижение вероятности наступления беременности и если величина совокупности всех этих факторов превышает какую-то определенную величину то тогда соответственно вероятность наступления беременности в каждом цикле резко снижается и срок, необходимый для наступления беременности у супружеской пары с такими показателями, начинает резко растягиваться. Вот в чем суть этого подхода и вот в чем суть потенциала фертильности. То есть суть заключается в том, что ненаступление беременности, как правило, в подавляющем большинстве случаев является многофакторным состоянием, которое обусловлено целым рядом факторов. И вот посмотрите следующую диаграмму, которую иллюстрирует уже практическое применение потенциала фертильности. Вот посмотрите, допустим, у женщины нет никаких отклонений и у нее фертильность максимальная. А у мужчины есть отклонение по спермограмме, то есть снижение ниже какого-то стандартного значения. Пересечение этих точек будет вот эта линия. И вы видите, что тогда с линии зачатия эта линия пересекается вот в этой точке. И тогда получается, если мы знаем, что, допустим, для того, чтобы вот зачатие было максимальным, то есть потенциал фертильности супружеской пары был максимальным и равняется вот в этой точке 1,9 циклов, что среднее время для наступления беременности составляет 1,9 циклов, то здесь чем ближе мы продвигаемся к нулевой точке, тем ближе будет вот это время, вот эта линия. Вот. И если мы видим, допустим, линию, когда и у женщины идут какие-то нарушения, и у мужчины идут какие-то отклонения вот от этой стопроцентного качества спермы, тогда эта линия будет ближе к нулевой. Допустим, мы на мужчину подействовать не можем, то есть у мужчины, несмотря на все попытки андрологов как-то с ним справиться, ничего не получается, и мужской фактор у нас является преобладающим. Но если мы повысим фертильность женщины до какой-то определенной величины, то тогда вот эта линия пересечется гораздо в точке, которая будет гораздо ближе к оптимальной точке фертильности, и вероятность наступления беременности резко повысится. Вот, собственно говоря, в этом и заключается тот подход, который исповедую я, и который мы применяем в сети наших клиник, Центр иммунологии и репродукции. Вот, он заключается в том, что мы должны вначале, когда к нам обращается супружеская пара, выяснить максимально все проблемы, которые могут быть связаны с тем, почему не наступает беременность. То есть посмотреть спермограмму, проверить шеечный фактор, проверить эндокринологию. Это отдельный вопрос, то есть отдельный вопрос – это то, что является причиной бесплодия неясного генеза в большом проценте случаев. И в большом проценте случаев, как показывают исследования, которые проводятся сейчас несколькими группами в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других странах, является так называемое состояние FHA – Functional Hypothalamic Aminorhea, то есть функционально-гипоталамическая аминорея, либо SIA – Stress Induced Aminorhea, и разработаны механизмы диагностики. То есть оказалось то, что раньше иногда называлось психогенным или психологическим фактором бесплодия, встречается в гораздо большем проценте случаев и поддается, как ни странно, даже эндокринной диагностике, и поддается специальным протоколам лечения. Метаболический плюс психогенный стресс в сочетании дает выключение работы, нормальной работы гипоталамы, пульсового регулятора ритма в гипоталамусе, и мы получаем либо аминорею, либо более стертые формы нарушения овуляторной функции, которые приводят к бесплодию. Это, между прочим, 29% всех случаев аминореи. То есть это самые частые причины. И об этом не пишут в наших учебниках, но об этом знают все врачи, акушеры-гинекологи, которые работают с пациентками бесплодными. То есть они приходят и жалуются на нарушение менструального цикла. Иногда мы находим какие-то отклонения, иногда мы видим, обнаруживаем какие-то значимые причины, такие как гиперпролактиномия, либо выраженные формы декомпенсации при синдроме поликистозных яичников, но в большинстве случаев мы не находим никакой причины. И вот как раз это все попадает уже непосредственно в функционально-гипоталамическое аминоре. То есть это отдельный случай, который тоже требует лечения, требует своего прояснения. Трубная функция и перитониальный фактор часто оказываются недообследованными вообще. То есть нашим пациенткам говорят, зачем вы будете делать лапароскопию, зачем вы будете выяснять какие-то факторы, которые связаны с теми вещами, которые связаны с эндометриозом. И забывают о том, что те классические исследования, которые были проведены еще в 80-е и 90-е годы, которые выявляли грубые факторы снижения эффективности процедуры ЭКО, выявили три основных фактора. То есть первый фактор – это возраст женщины. Второй фактор – это воспалительные заболевания органов малого таза, особенно связанные с тубовиальными образованиями. Поэтому часто возникает такая ситуация, когда нефункциональные маточные трубы приходится удалять для того, чтобы повысить шансы того, что наступит беременность в результате экстракорпорального плодотворения. И третий большой фактор – это эндометриоз. То есть эндометриоз является фактором, который повышает уровень воспалительных факторов на уровне малого таза, на уровне маточных труб и на уровне матки. И в результате этого нарушаются процессы, в том числе процессы имплантации. И вот если мы всех этих факторов не выясняем, вот, пожалуйста, это вот такое образное изображение того, что происходит при эндометриозе. То есть самое главное, что это не видно во время ультразвуковой диагностики, если речь не идет об эндометриозе. И посмотрите, какой процент из пациента, которые доходят до клиник ЭКО, сделали лапароскопию и убедились в том, что нет активности эндометриоза. То есть это очень по нашим, поскольку к нам приходят пациентки после неудачных многократных попыток ЭКО, это очень-очень небольшой процент случаев. Поэтому наш подход заключается в следующем. То есть метод лечения ЭКО – исключительно значимый и важный метод, который должен быть назначен вовремя, потому что возрастной фактор мы не должны забывать. То есть мы должны всегда помнить о том, что нельзя тянуть слишком долго. Если у нас не получается наступление беременности естественным путем, мы не должны тянуть слишком долго с методикой ЭКО. Потому что чем раньше женщина придет на ЭКО, тем будет лучше. Но это не исключает того, что мы должны провести обследование. И тогда получается, что обследование мы должны провести как можно более комплексным и как можно более сжатые сроки. И вот здесь мы часто видим непонимание. Непонимание среди врачей, которые работают в женских консультациях, медицинских центрах, которые направляют на процедуры ЭКО. Непонимание значимости полного и комплексного обследования пациенток, у которых уже возраст поджимает или гормональные показатели поджимают и имеются какие-то начальные признаки снижения овариального резерва. То есть вот что бывает обидно. Вот почему мне иногда бывает обидно, когда ко мне приходят пациентки, иногда мои же пациентки, которые были у меня на консультации 7-8-9 лет назад, после того, как они сделали несколько неудачных попыток ЭКО. Потом попытка ЭКО удачная, но идет невынашивание беременности в первом триместре беременности. Вот они ко мне приходят после этой попытки невынашивания беременности в 38-39 или в 40 лет. И получается, что несколько лет было потеряно из-за того, что решили пойти вот таким быстрым и легким путем. А этот быстрый и легкий путь приводил к тому, что беременность или не наступала, или прерывалась на ранних сроках. Это вызывало там различные стрессовые реакции со стороны пациентов. И вот из-за этого возникает целый ряд проблем. Поэтому моя позиция здесь заключается в следующем, что, безусловно, должно быть взаимодействие и должно быть полное понимание между теми центрами, которые занимаются лечением бесплодия, и клиниками, которые занимаются ЭКО. Центры, которые занимаются непосредственно наблюдением пациенток с бесплодием и невынашиванием беременности, должны проводить свои исследования гораздо более компактно, чем это было раньше. По времени, потому что возраст часто обращений пациентов все больше увеличивается и увеличивается. И, к сожалению, частота случаев с преждевременным истощением яичников либо с снижением авариального резерва все время повышается. Поэтому здесь об этом мы должны помнить. Но мы должны также помнить о том, что исследование должно быть комплексным. И в большом проценте случаев получается так, что беременность наступает без ЭКО достаточно быстро, если мы выявляем те факторы, которые мешают наступлению беременности в целом. То есть никто не отменял лечение бесплодия всеми теми способами, которые существовали раньше и которые в настоящее время тоже существуют и которые достаточно эффективны. И поэтому пока это не использовано, пока мы видим необследованную супружескую пару, начинать сразу с методики, которая не безразлична для будущего здоровья ребенка, это, конечно, я считаю, что это неправильно. Поэтому, не будучи противником методики ЭКО, я все-таки считаю, что эта методика должна быть ограничена по месту и времени. То есть вот мы наблюдаем эту пациентку, мы наблюдаем эту супружескую пару, мы ее готовим максимально, мы выясняем те факторы, которые могут вызвать невынашивание беременности для того, чтобы потом не возвращаться к этому обследованию. Мы готовим заключение, и мы направляем эту пациентку в клинику ЭКО. Клиники ЭКО учитывают, я не возражаю против того, чтобы в клинике ЭКО проводилось какое-то дополнительное исследование, или чтобы была какая-то модификация. Но когда идет грубейшее изменение всего того, того обследования, которое было написано, и рекомендует совершенно какая-то другая, фантастическая порой терапия, меня, конечно, это очень удивляет. Меня удивляет, когда врачи клиники ЭКО начинают лечить, например, фибриноген. То есть начинают лечить на полном серьезе высокие цифры фибриногена в первом триместре беременности. Меня удивляет, когда отменяется назначение низкодозированного аспирина под какими-то непонятными совершенно предлогами. Объясните, почему вы это делаете, господа? Потому что вы убираете главный фактор, который может помешать нормальной, то есть который может способствовать сдвигу равновесия внутри организма в сторону более правильного формирования плацентарной функции, инвазии ворсинок трофобласта и ремоделирования спиральных артерий. Зачем вы это делаете? И так далее, и так далее, и так далее. И мы бы хотели, после того, как вошел процедура ЭКО, безусловно, мы получаем какие-то дополнительные факторы, которые затрудняют ведение такой пациентки. Это, в частности, мощная гормональная терапия, от которой на сегодняшний день отказаться, к сожалению, нельзя. Но мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить эту супружескую пару, эту пациентку, после того, как процедура ЭКО прошла. Потому что мы занимаемся прицельно ведением пациенток со сложными отклонениями плацентарной функции. И эти отклонения плацентарной функции, они с большей степенью вероятности возникают после процедуры ЭКО, что бы вы нам ни говорили. Вот эти вот вещи, они очень-очень значимы. Вот я просто хотел бы напомнить для тех зрителей наших, которые, может быть, не знакомы с процедурой, как проводится процедура ЭКО. Вот, пожалуйста, здесь на этом слайде, в общем-то, показано. То есть мы функтируем задний свод влагалище, выходим прямо в позади маточное пространство, где находятся яичники, функтируем предэволюаторные фолликулы, которые возникают в некотором числе за счет стимуляции эволюции, которые обычно проводятся в протоколах ЭКО. Получаем яйцеклетку, муж дает сперму, получаем сперматозоиды, инвитро происходит в пробирке оплодотворения, зародыш культивируется или в течение трех, или в течение пяти дней, и подсаживается в полость матки, и начинает развиваться беременность. То есть вот как происходит эта процедура ЭКО. Мы видим, что здесь происходит очень много различных процедур, которые связаны с манипуляциями и с яйцеклеткой, и с эмбрионом в целом. И дальше, если подключаются еще механизмы диагностики предимплантационной, это получаются еще дополнительные травмирующие влияния, с которыми сталкивается будущий эмбрион. Если раньше считалось, что это безразличное влияние, на сегодняшний момент уже накоплено огромное количество данных, и вы это прекрасно знаете, о том, что возникает целый ряд проблем, в частности, проблем, которые связаны с эпигенетическим программированием, которые приводят к тому, что повышается вероятность целого ряда рисков со стороны общего здоровья ребенка в будущем. Не рисков, которые связаны с врожденными какими-то пороками развития, а с рисками, которые связаны с заболеваниями уже взрослого возраста. И вот здесь внимательное и очень бережное ведение такой пациентки на протяжении второй половины первого триместра беременности, второго триместра беременности и отчасти третьего триместра беременности, оно было бы очень-очень значимо. Мы этим занимаемся очень хорошо и профессионально. Поэтому мы, конечно, хотели бы видеть эту пациентку у себя во время беременности. Вот я просто хотел показать те процедуры и те травматические процедуры, которые иногда бывают необходимы для того, чтобы получить информацию о здоровье будущего ребенка. Здесь я показал слайд о биопсии полярного тельца. То есть, казалось бы, вот яйцеклетка, вот прошло оплодотворение, мы должны получить первое и второе полярное тельце. Если мы хотим получить эти два тельца, то мы должны это делать уже после того, как произошло оплодотворение. Они оба находятся под прозрачной оболочкой, под зоной пилюцина. И мы должны прошить лазером в двух местах эту прозрачную оболочку для того, чтобы мы могли извлечь вот эти два полярных тельца. Это очень интересное исследование, безумно интересное. Но почему-то у нас никто ими не занимается. Сколько я вот бываю в клиниках ЭКО, я задаю вопрос по поводу того, эмбриологам задаю вопрос, а делаете ли вы кариотип полярного тела, тельца? Они говорят первое или второе, я говорю, ну можно посмотреть первое, можно посмотреть второе. Они дают немножко разную информацию, но тем не менее и та, и другая информация, она важна. Потому что если мы берем кариотип первого полярного тельца, то мы получаем все то, что не попало внутрь яйцеклетки. То есть это как бы яйцеклетка получила одну часть генома женщины, а первое полярное тельце получило оставшуюся часть. Поэтому если, допустим, мы предполагаем, что нужно исключить какое-то генное заболевание, которое можно диагностировать, если мы его находим в первом полярном тельце, то тогда, соответственно, это значит, что яйцеклетка не получила этот ген. Ну понимаете, то есть вот целый ряд вот этих факторов есть. А генотип второго полярного тельца полностью идентичен кариотипу яйцеклетки, и это значимо было бы для того, чтобы понимать, зародыш, который получился в итоге, он с нормальным кариотипом со стороны матери полученным, или же все-таки там возможны какие-то проблемы со стороны матери, и тогда этот зародыш, в принципе, не перспективен с точки зрения наступления беременности. Вот. Ну вот эта вот статья, которую я хотел вас обращать к журналу Fertility и Sterility, это журнал нашего общества американского репродуктивной медицины 2013 года, где описывается сам протокол. В общем-то, он далеко не новый, но почему-то вот меня он очень интересует, и, конечно, в некоторых случаях именно вот эти исследования, они позволили бы значительно прояснить ситуацию. Вот, пожалуйста, что происходит при биопсии предимпланационной бластомера на первых стадиях дробления. То есть, получается, мы забираем одну клетку из шести-восьми клеток. То есть, это очень такой значимый для бластомера. Мы забираем одну шестую часть, и травмирующие достаточно моменты тоже мы должны залезть под прозрачную оболочку. Возможно, конечно, биопсия и трофы эктодерма уже на более позднем периоде, но тогда мы часто не успеваем уже имплантировать этот зародыш. То есть, мы должны тогда его криво презервировать, и получаются дополнительные какие-то факторы. То есть, посмотрите, какое количество факторов, с которыми мы сталкиваемся при беременности, при генетической диагностике лада. И вот, пожалуйста, статья. Обратите внимание. Наберите в интернете FORAD, вот эту страшную аббревиатуру, называется Fetal Origins of Adult Diseases. И получите огромное количество. Это я просто наугад взял первую совершенно статью о том, как происходит программирование плода на ранних сроках беременности, в том числе и на предимплантационных. Какие могут быть проблемы со здоровьем плода. И, в частности, когда беременность наступает методом ЭКО. Поэтому моя позиция заключается в следующем. Если нет другого выхода, безусловно, ЭКО. В целом ряде состояний, которые не позволяют добиться наступления беременности, безусловно, ЭКО. Когда поджимает возраст, безусловно, ЭКО. Но дайте возможность супружеской паре пройти нормальное, полноценное и быстрое комплексное обследование, для того, чтобы как можно быстрее выяснить все эти факторы, и дайте возможность испытать, посмотреть, будет наступать беременность или не будет. И если беременность не будет наступать, да, вы получаете эту супружескую пару, но отдайте ее нам для того, чтобы мы правильным образом вели эту беременность уже после того, как она наступит. Вот это те мои пожелания и те, собственно говоря, те наши договоренности, с которыми мы работаем, когда мы работаем с клиниками ЭКО. И слава богу, что в Москве есть достаточно большое количество очень хороших и качественных клиник, где можно получить обеспечение такой вот помощью. Это очень-очень важная часть исследования. Вот. Но, к сожалению, мы, я думаю, что мы только-только начинаем разговор об этой теме. И я считаю, что здесь, безусловно, определенные противоречия между центрами, которые ведут и наблюдают беременность, готовят беременность, и центрами, которые делают ЭКО, они существуют. Но я не думаю, что эти противоречия носят такой абсолютно антагонистический характер. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно всегда слушать друг друга, и диалог, он очень и очень важен всегда. Поэтому позвольте на сегодня завершить нашу передачу. Удачи вам, господа! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!